Приветствую на стенде компании Leroy. Мы находимся в Запорожье. Наша основная специализация – это сумки, чехлы для рыбалки, для охоты. На этой выставке мы презентуем как новые товары, которые мы разработали в течение года. Некоторые разработали буквально на прошлой неделе и успели произвести и привезти сюда. Также мы доработали прошлые товары, улучшили их. Об этом я сейчас обо всем расскажу по порядку. Смотрите, наша новая серия сумок Tackleback представлена в трех размерах. Это сумки задуманные вообще как фидерные, но, как показала практика, универсальны. Их пользуются не только даже рыбаки. Их используют и в хозяйстве, и в чем угодно для хранения различных мелочей. Если говорить о рыбалке, то преимущество этой серии в том, что все снасти всегда на виду. За счет этих лясиков крышка открыта, она не падает. Вы видите все, как оно есть. Обычно используются для кормушек, там, флет, пластиковые, металлические. Сюда можно крючки или другие инструменты. Идем дальше. Следующая сумка больше. Тот же принцип, но больше места, больше отделов. Здесь, значит, карманы для крючков удобные. Карман для инструмента. Перегородки здесь регулируемые. Можно их поставить как удобно, конкретно под ваши снасти. Например, там, если у вас маркер, спом, как раз полностью в отделение можно положить. И самая большая сумка в серии номер 7. Тут тот же принцип. Много отделов, все регулируемые. Четыре места для крючков, вертлюжков и прочих аксессуаров. Карман для инструмента. Сюда можно лески ложить. И здесь еще есть вот такие вот кармашки для ножниц, экстрактор и прочее. Это серия сумок Tackleback называется. Идем дальше. Уже, скажем так, бестселлер наш, который постоянно заказывают у нас. Сумка Leroy Accessory Back D3. Ее прелесть в том, что здесь, получается, два этажа. То есть открываем первый. Здесь, лично я вожу здесь поводочницу небольшую и лески, которые нужны на рыбалке. Здесь какие-то мелочи, инструменты. Те же лески можно вывозить. Открываем следующий отдел. Здесь общий отдел и две перегородки, которые ставятся в удобное место. Что мы доработали как раз в этом году? Раньше дно здесь было черное. И минус какой был? Сложили кормушки черные, груза черные. И найти нужный вес, это сложно было. Тем более там ночью. Сейчас мы используем оранжевую подкладу. Вот, можете видеть, вы положили и все четко видно, все перед глазами у вас. Из-за успеха этой сумки мы продолжили эту тему. Разработали сначала сумка D5. Она больше, чем эти. Здесь тоже два этажа. Вверху панологии стаклбэк. Кармашки для крючков, вертлюжков, для инструмента. Кармашек. И сюда удобно уже более большую поводочницу положить. Больше лески. Внизу большое отделение с перегородками. Четыре перегородки в любом месте ставятся. Причем, их можно соединить вот таким образом и поставить вот так. То есть, и хранить, допустим, те же спомбы, маркера, которые не влезут вот так. И последняя сумка. Д4. Где Д4? Дай, пожалуйста. Сейчас. Уже последнюю клиент хочет забрать. Спасибо. Две штуки их осталось. Значит, это как бы средний вариант между D3 и D5. Здесь мы добавили ремень. То есть, это может быть сумка как и для ходовой рыбалки. Все удобно. Ремень регулируется. Удобно будет носить ее. Вот здесь мы уже тоже внедрили хлястики, чтобы не падала крышка. Тоже для крючков, для инструмента. И внизу перегородки. Плюс этой сумки, она хороша вот, например, вот Дмитрий, коллега, он на рыбалку ездит с катушками до 4 тысяч. То есть, он там пикером ловит. И сюда как раз такие катушки хорошо ложатся. То есть, для непродолжительных рыбалок эта сумка очень удобна. Здесь можно растить катушки, небольшое количество кормушек, грузов. Вы ее взяли, у вас все рядом. Здесь катушки груза. Здесь у вас лески, поводочница, крючки. И это все, что вам надо для непродолжительной рыбалки. Дальше, по новинкам. Еще одна наша авторская разработка. Тубус для квивертипов. Для квивертипов и вершинок спиннингов. То есть, в чем смысл данного изделия? Когда вы приезжаете на рыбалку, то есть, вы правильно перевозите фидер в разложенном виде, катушка отдельно. Приезжаете на рыбалку, вам требуется какое-то время, чтобы все это собрать, оснастить и ловить рыбу. Этот тубус, он позволяет каждую рыбалку экономить время при разборке и сборке удилища. То есть, здесь находится квиртип в середине. Порядка полуунции или одна унция, который вы можете спокойно положить в чехол со снастями и не переживать, что он сломается. Вот как это выглядит. Значит, сам тубус оснащен двумя стяжками. Здесь и здесь. И одна стяжка идет в комплекте для комеля. То есть, сняли. Получается. Все. Состыковали колено удилищ и ловите. Вы не теряете время на сборку-разборку удилища. А саму катушку ложим в такой флисовый мешок. Он очень мягкий. Затянули стяжками. Все. Катушка уже в чехле. Она не сломается уже. То есть, вы даже рядом два удилища ложите, оно не будет биться ничего. И квертип, тонкий квертип будет целый, ничего с ним не случится. Это новинка буквально один месяц. И самое главное, что хотел сказать. Новинка главная, это для нас сейчас не товар, это качество. Мы полностью контролируем весь процесс производства. Начиная от покупки материалов, приемки их на склад и заканчивая уже готовым изделием, которое приехало на склад и которое ложится в коробку и отправляется к клиенту. Поэтому мы с этого года внедрили программу «Один год гарантии» на наш товар. То есть, речь идет именно о гарантии на качество пошива, на качество фурнитуры материалов. То есть, если у вас вдруг отрывается ручка, ломается молния, в течение года вы обращаетесь к нам, мы вам либо возвращаем деньги, либо присылаем другой товар, либо ремонтируем его. Потому что мы на 100% уверены в качестве. И вкратце расскажу еще о нашем ассортименте, что еще у нас есть, кроме этих новинок. Сумки для катушек, начиная от маленьких спиннинговых, такие попроще чехлы. Более интересные модели для одной катушки. До 4 тысяч, до 6 тысяч влазит по одной катушке. Сумки для двух катушек есть. Для четырехкаповых катушек два размера есть. Для шести, для девяти катушек. И даже есть модель у нас для десяти катушек. Мы не планировали шить, но человек позвонил, говорит, нужна сумка для десяти. Мы пошили, добавили на сайт и действительно их покупают. То есть кому-то нужны даже такие сумки. Еще сумки для грузил, для карповых. И также сумки для кормушек. Большие сумки для снастей, для карповая, фидерная. То есть такие сумки есть. Здесь жесткая полка. Расширяемся мы также в сторону охоты. Это чехлы для ружей. Жесткие, полужесткие. Мягкие флисовые чехлы для ружей. Которые удобно. Если ружье достали, сложили, чехол в карман положили и у вас нет чехла. Охотничьи жилеты, рыболовные жилеты, жилеты для спиннингистов, фартуки для рыбалки. И мы постоянно расширяемся, постоянно придумываем новые товары, улучшаем то, что у нас сейчас есть. Поэтому заходите к нам на выставках, заходите на сайт. Добро пожаловать, пользуйтесь. Спасибо. Спасибо.